Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. По вынекам года белорусы будут вертать 60% кошту послу жилево-коммунальной господарки. Звышь 200 тысяч динаминованных рублев поступило в бюджет в области по якости сбору на финансование державных выдатков на попереджение социального утроманства. На ценниках у продуктовых крамах с первого студента з'явится новый родок – кошт товару за килограмм альбо литр. И на конце программы проанализуем, как изменились цены на продукты на гомельских рынках. А сейчас об этих и других новинках больше подробно. По вынекам года белорусы будут вертать 60% кошту послуг жилево-коммунальной господарки. Это стало махтшима у тым лику и дякуючу снижению затрат у сферы ЖКГ. Нагадаю, селита стояла задача довести покажек до 50%. По распораджении президента створена специальная рабочая группа. Дякуючу ей дейности была реорганизованная система жилево-коммунальной господарки. Основный акцент зарабили на снижение выдатков, забеспечение прозристости их формирования, поляпшение якости обслугования насельництва. У протяг темы. Заявка Деду Морозу. Так называется новый кредит, який пропонувает Беларусьбанк на передние новогодних святов. Он предоставляется термином до года. Для оформления поручителей и страховка не потребуется. Максимально можно отримать до 200 базовых величин. Кредитная платежная картка дозволит оплачивать покупки как безнаявным шляхом, так и наявными грошима. Очень привлекательное условие выдачи данного кредита, что позволит, конечно, сэкономить и личное время, и денежные средства при выплате процентов по кредиту, так как очень короткий срок. Срок кредита – один год. Значит, способы подачи заявок на кредит, возможно, через каналы дистанционного банковского обслуживания, то есть через веб-сайт, через NF-киоск, через M-банкинг, а также можно обратиться через учреждение банка. Но от этого будет зависеть процентная ставка по кредиту. Если же обращаются в отделение банка, учреждение M-банка, то процентная ставка составит 17% годовых. Если же использовать дистанционные каналы банковского обслуживания, то это будет ставка 16% годовых. Протягиваем выпуск. Звыше 200 тысяч денименованих рублев поступило в бюджет в области у якости сбору на финансование державных выдатков на попередживание социального утриманства. Як вьет дома, яко повинны оплатить стыя, то летесь працава в меньших 183 дни, альбо не працава у вогуля. Основная частка плательщиков отримала персональные оповедомления. Прыгытым широк категорий грамадян мая податковые льготы. Освобождаются от уплаты сбора на финансирование государственных расходов лица в возрасте до 18 лет, в том числе и 18 лет, пенсионеры по возрасту, недееспособные, а также уплатившие налоги не менее 20 базовых величин, что на 1 января 2015 года составляет 3 миллиона 600 нединаминированных, либо 360 рублей с учетом динаминации. Кроме того, граждане, осуществляющие услуги в сфере агро-экотуризма, а также ремесленную деятельность при условии уплаты сбора, установленный законодательством срок. Кроме того, пенсионеры по возрасту, инвалиды 1-й, 2-й группы, независимо от причин и времени инвалидности. Граждане, получающие обучение на дневной форме обучения, один из родителей, воспитывающий ребенка до 7 лет, трое и более детей до совершеннолетия. Громадяне, которые отримали поведомления, али с необходимостью оплаты сбора не согласны, должны вернуться в податковую инспекцию. Каждую ситуацию специалисты разглядеть индивидуально. До конца года в декрет о попереджении социальных отриманств плануется унести смены. Перш за все, это предоставление права местовым органам УЛАДы примать решение об вызволении от сбору грамадян, які оказались у складанной житевой ситуации. У льготную категорию могут трапить и ты, кто проходит альтернативную службу, спортсмены, які знаходятся у списочном складе, национальной альбо сборной команды Беларуси и не отримливают доходу. Важно отзначить, что беларусы, якие не оплатили сбор, пакуль не будут притягиваться до администрационной отказности. И у протяг темы. Кале 5 тысяч жахаров Гомельской области яше не оплатили податок на нерухомость альбо земельным. Зробить гэта было треба яше до середины листопада. Усяго регионі зарегистровано свыше 360 тысяч плательщиков. Это уладальники земельных участков, приватных альбо садовых домов, 2 и больше квартир типа КОЭЛ в розных квартирах. Хочу напомнить тем гражданам, которые по каким-то причинам не уплатили еще налог на недвижимость и земельный налог. Обратитесь, пожалуйста, в налоговый орган и при наличии подтверждающих документов получить льготу либо извещение на уплату налогов. Потому что чем больше вы будете оттягивать срок уплаты, тем больше будет пеня за нарушение уплаты в установленный законодательством срок. А также за это предусмотрена административная ответственность. До инших тем. На ценниках о продуктовых крамах с первого студеня з'явится новый родок. Кошт товару за килограмм альбо литр. Такое новое введение инициявало Министерство антимонопольного регулирования и гандлю. До 1 липеня будущего года это будет только рекомендация. А потом станет обовязковой нормой. Задатковая информация на ценниках дозволит одразу ориентоваться, який продукт однольковой линейки каштой больше танна. Бо зараз, например, молоко продается у тары по литру, 950, 900 мл и так далее. Той же с крупами. Вытворцы фасуют их по килограмму 900, 800 альбо 700 граммов. Новое введение да поможет экономить гроши. По одразу вядома, кольки на самой справе, каштой и товар. Что до продуктов, вага яких меньше к 250 граммов альбо миллилитров, то обовязковым станет указание их цены за 100 граммов и 100 миллилитров. Предоставлять дополнительную информацию для потребителя, для того, чтобы он мог ориентироваться в изменении цены. Мы сегодня с вами видим в магазинах, что у нас стоит упаковка молока. Мы воспринимаем ее зрительно как литр, а на самом деле там 0,93 литра или там 0,8 литра. То есть не литр, а 930 миллилитров или 800 миллилитров или 860. И, соответственно, цена варьируется, и покупатель чисто, будем говорить, визуально воспринимает, что одно и то же количество молока, как бы, но оно стоит разную цену. Но иногда случается так, что покупая за более меньшую цену, мы покупаем меньшее количество продукта. А зараз до цены центральным и прудковским рынках Гомеля. Болю бы на гытым тынне каштое от 25 копеек на центральном рынку и от 35 на прудковским. Больштанные у центры так само морква, цибуля, бурак, капуста и помидоры. Часнок большвыгадно купить на Волотаве 8 рублев за килограмм. Хурма каштое амаля днолькова от 3 до 3,5 рублев. Прикладно столькиш и гранаты. Яблыки на прудковским знайшли усяго по 50 копеек. Максимальный кошт рубель 60. Грушины центральным каля 2 рублев, на прудковским каля 3. Яловичина на обо двух рынках у районі 10 рублев. Свинины от 7,5 до 12. Цены на гытую іншую садовіную агародніну у таблицы. На гэтам у мене ўсё. З вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск экономичной доведки выйдя у эфір в простыдень. До сустрэчы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова